Привет зритель! Я решила сваять мороженое. Вообще на эту тему давно думала. Тут 180 грамм банана перезрелого. У меня еще такой есть. Вот он еще не настолько перезрелый как те. У того уже там два было банана. Изначально у него уже у них сок на шкурке появился. И они по запаху были как сушеные бананы из упаковки. И 71 грамм. Вообще хотела 70, но накапала больше. У меня была протертая клюква с сахаром. Которую обычно разводят, чтобы попить, когда у вас температура или типа того. И вот это все вместе тут у меня смешано. Сейчас я это слегка помну погружным блендером. А потом добавлю сливок. И хочу замутить мороженое. Посмотрим, что будет. Ну может быть оно до стадии мороженого не доживет. Может быть я его схомячу с момента как приготовлю. У меня снова еще половина горы посуды. Специально для тех, кто очень сильно бомбит от этого. Я знаю, такие от меня смотрят. А тут у меня рыбный суп с малым количеством минтая. Я еще сегодня бананами затарилась. И да, у меня прям коллекция очков. Мне сегодня выдали во временное пользование. Я раньше у них ходила, когда у меня подобная проблема была. Кстати, вот у меня по-моему похожие оправа. Внизу стекла, а сверху не стекла. Ну будет вот. Это те вот, которые 4000. Я в инсте их выкладывала. Еще думала, может обозреть очки отдельно на мне и так сказать. Тут сейчас пока ничего, потому что на мне очки есть. И еще вот мне сегодня выдали, но они сломались. Но это такие, короче, хорошие очки. Раньше я тоже ими пользовалась. Семейная, можно сказать, семейная реликвия. Ну, в дырочку такой. Ну, как бы газ в них, конечно, не заждешь. По улице не пошаткаешь, но можно как бы это самое, ходить дома, чисто тренировать глаза. Меньше напряжение. У меня еще 4 киви. Вот я слегка его из мельчила. Сейчас думаю немножко сливок добавить, чтобы еще чуть-чуть помельчить, чтобы было такое конкретное пюре. Потом еще добавить сливок и уже миксером взбивать. Вот такие я использую сливки. У них стопроцентный нормальный состав. Именно что сливки, а не какая-нибудь там кориган и прочая хренатень. Очень хорошая. Я вот последний раз брала в магните. Внезапно там была скидка. Причем, допустим, вчера не было скидки. Сегодня было завтра уже не стало. 169 рублей. Ну, в последнее время я, в принципе, его покупаю. Получается так, что как-то совпадает мои желания со скидками либо в Ашане, либо в магните. Но я думаю, что 169 это оптимальная цена этого. Карабиньку. За 229 меня уже душит жаба. Частая часть. И вообще, я хочу, ну, часть, короче, сделать. Банан тут клюквы. Я просто смотрела по хуже рецепты. Там, конечно, не совсем бананы клюквы было, но по консистенции. Ну, примерно такое должно быть. И часть у меня останется на мои, ну, как бы, классическое мороженое, сгущенное молоко и сливки. У меня, правда, мало вышло, потому что оно уварилось, а как раз вот из-за того, что у меня случилось с очками вот такой контейнер. Я точно не очень помню, сколько тут миллилитров. Ну, 200, может, чем-то. И не тот ролик с молоком топленым. Я, возможно, уже сразу сфонсирую. Хотя он, как бы, я начала, но в моем теперечном состоянии мне несколько сложно все это делать внезапно. Кто бы мог подумать, что если глаза в некорсерных очках, то вся тушка вместе с глазами тоже остает. Не только глаза остают. Ну, я попутно фоткаю для Кокпэт. Так получилось, что у меня очень много там черновиков, но очень сильно не написано. Где-то фотка есть, где-то очень много фоток, как бы продукты, которые я использовала, учтены. Где-то готово только фотка и название. Ну, в общем, много надо писать, как не знаю, будут заняться. И вот я сейчас тоже, как бы, фиксируюсь процесс еще на телефон. Тут у меня 75 миллилитров молока. Ну, пардон, молока-сливок я решила положить сначала. А потом уже добавить, ну, где-нибудь, может. Как бы, так как я хочу это на попховом сделать, то может где-то, ну, 150 еще налью там миллилитров. Вот, что у меня получилось. Я сейчас уже отсоединила верхнюю часть мулинексовского. Погрузную блендер. Это подарок от подписчицы Игрены Минстера Москва. На день морения. Очень полезный и нужный. Тут такое, как бы, пюре получилось. Я сейчас вот это извлеку. Достану свой миксер, допотопный советский море и долью еще немножко слегок, уже буду взбивать. Возможно, конечно, люди ждали там, это на штативе, как у меня обычно бывает. Все такое длинное медитативное в процессе. Ну, так как я сейчас несколько ограничена в своих физических возможностях из-за того, что у меня сломались очки основные, а новые ждать еще две недели, то меня просто что-то придет фиксировать на камеру. Вот эти вот процессы еды. Мне сейчас как-то получается больше как бы еду готовить. Ну, как бы, что-то съесть там, да, и что-то вот типа десертиков. В общем, у меня тут 175 миллилитров или грамм. Не знаю, как лучше. Сливок и тогда еще было 75. Ну, в общем, грубо говоря, у нас тут 250 грамм либо миллилитров этих сливок. Можете, конечно, если вас особо коробит от моих сравнений с миллилитрами граммы до точности в комментах там написать. Да, это граммы. Тут грамм. Короче, 75 грамм и 175 грамм. И я сейчас их залью. Я уже достала миксер. Вот, перетащила это все туда и буду взбивать. И как бы оно, по идее, должно увеличиться вдвое. В общем, я вылила все сливки туда. Они у меня, ну, как бы не все, а вот то, что я приготовила именно на этой части. У меня тут вышло 500 миллилитров всего этого месива. В общем, оно у нас должно было увеличиться минимум в два раза. У меня оно увеличилось в два раза. Ну, если бы я делала со сгущенным молоком, то вот оно, может быть, даже за это время чуть больше бы было. Потому что, как бы, сгущенное слегка пожиже, а тут у нас еще было, как бы, частично фруктовое пюре. Но стало у нас тут на целый литр. Сейчас я это даже ложку не набрать. Я чисто резну. Что тут у нас? Слегка совсем отдает бананам. Отвлекла эти самые хренатеньки. У меня есть контейнер. Конечно, я, как обычно, забыла запастись контейнерами вообще или какими-то плошками. И по вкусу, я думаю, что оно как бы не крем отбивает, что взбиваешь сливками. Один раз такое было. Уже не помню, чем я взбивала, но получилось так, как вообще, как масляный крем. Типа, как сметанный масляный крем, типа того. Даже хуже. Как именно масляный крем. И я вот сейчас отложу в контейнер. Часть просто оставлю. Так, с чаем попить. У меня тут матья. Остатки были у роскоши. Ну, в смысле, я допиваю, наверное, уже этот пакетик. Это подарок от зрителя, который просил остаться анонимным. Ну, вот такой очень древний зритель. В смысле, он давно на меня подписан. Короче, и часть я вот сейчас уберу, чтобы заморозить. На сутки, наверное, где-то. А часть я попробую просто с чаем попить. Я думаю, у меня тут почти поровну осталось. Со стенок со скрипти. На поесть. И вот контейнер полный. Он немножко сейчас устоится, чтобы можно было покрыть крышку. Он равномерно будет стоять, лежать. Находиться внутри. И я его беру в морозилку. Уже покрыла крышкой. Сейчас у нас 22.33. Пардон, 20.33. Где-нибудь там завтра в это же время постараюсь это проверить. Прошли сутки с малюсеньким хвостиком. Я вот сейчас извлекла из морозилки. И по вкусу оно отдает конкретно бананам. И такое вполне себе задубевшее. Сейчас я его возьму. Конкретно так застыло. Я думаю, можно будет кусочек отковырнуть. Ну или часть. Потому что вряд ли я столько осилю за раз. Я думал, что вполне себе мороженое. Только надо будет в следующий раз подготовить контейнеры. Более маленькие. Чтобы удобнее было прямо из них есть. Потому что доставать это мороженое. Было ну очень проблемно. Но оно тут подтаивает. И чувствуется попутно еще немножко такой кислый клюквенный вкус. Так что, люди, если что, можете тоже приготовить. Ну всем спасибо, кто осилил. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.